Смотрите, а им бесплатно достается. Хорошо быть иногда собачкой. А мы не чё пора, они как-то не надо. Ага, сам да. Да ладно тебе, чё ты, одну штучку сразу врат нам засыпай. Всем привет, друзья мои, с вами снова Костя. И я заметил, что вам очень понравились такие выездные ролики, где мы вам показываем разные достопримечательности в Корее и одновременно пробуем местную еду. Также я заметил, что последний ролик про корейский рынок набрал очень много просмотров, поэтому мы продолжим вас знакомить с подобными местами. Сейчас мы находимся на рынке Нам-де-Мун. Это, наверное, самый крупный рынок в пределах Сеула. Он действительно здесь много всего. Мы один раз пока гуляли, чуть не заблудились. Но также этот рынок заменит своей уличной едой. И сегодня мы покажем вам здешний рынок, здешнюю атмосферу и также попробуем местную еду. И не отходя далеко от кассы, вот здесь продается хот-ток. Это такой традиционный корейский пирожок. Я бы его назвал больше пончиком без дырки, потому что вот по вкусу он очень напоминает пончик. И здесь, как видите, очень большая очередь, а это всегда знак того, что здесь очень вкусно. Здесь есть он традиционный. Это обычно просто такой пирожок. Внутри там орехи и мед. Но я бы хотел попробовать моцареллу, потому что в Корее очень популярен сыр. И здесь, я думаю, что большинство людей, которые стоят в очереди, как раз хотят его. Поехали. Давайте попробуем. Нам дали этот хот-ток с сыром. Он прям с пылу и жара, поэтому я его сейчас боюсь прямо есть. Но также его обмазали. Вот, по-моему... Это какой-то соус на основе соевого, разбавленного соуса. Мне кажется, чуть-чуть уксуса. Немножко здесь черного кунжута добавляют, прямо когда кладут вот этот пирожок. Я так понимаю, они так отличают именно классический хот-ток с медом от хот-тока с сыром. Не знаю, как было лучше. Нереально хрустящая оболочка. Посмотрите, внутрь. Там такая смесь. Там не только сыр. Там еще, я так понимаю, стеклянная лапша, овощи. И это такая смесь, которая бурлит внутри. В принципе, за 2000 вон вполне классная штука. Примерно 100 рублей, 110 рублей на наши деньги. О, вот, посмотрите. Так как тут не только моцарелла, я не могу вам показать, как тянется сыр великолепный. Но сами внутренности, я думаю, вам о многом скажут. Давайте Настя для них попробует. Так, ну я для начала скажу, что выглядит это все очень красиво. Здесь так много цветов. И морковка, и перчик, и сыр, и опять же, вот эта вот стеклянная лапша. А пахнет пиццей. Да. Ладно, попробуем. Очень вкусно. Это мне напоминает не только по запаху, а и по вкусу. Знаете, закрытые пиццы такие есть. Кольцо, да. Но я бы не сказала, что это прям супер как-то жирно, потому что внутри вот этот сыр просто из-за того, что жидкий. Но намного жирнее хоток с медом, потому что он прям весь пропитан. А это нет. Очень вкусно. Вообще, этот рынок, он мультифункциональный. Здесь много одежды. Можно найти всякие украшения. Лекарства традиционные корейские. Ну, как лекарства, это типа женьшень и всякое на его основе, зелья разные. Мне здесь интересует только еда. Но, судя по количеству людей, которые сюда приходят, и все что-то смотрят, покупают, я думаю, что этот рынок пользуется большой популярностью. Практически каждый день здесь огромная куча народу проходит. и я вижу еще какую-то еду. А, пельмени, кстати, манду. Пойдем попробуем. Взял три штучки чинпан. И здесь вы как раз можете даже взять речку потом попробовать. Ну, и все, что вам нужно для еды на улице. Чинпан, возможно, кто-то знает из тех, кто живет в России. Сейчас они в России известны как пенса. Это дословно, если переводить, это хлеб на пару. Но, на самом деле, это больше, чем хлеб. У чинпан всегда есть внутри начинка. Как вы знаете. И мне интересно узнать, какая начинка в этом чинпан. Давайте отойдем чуть-чуть. Так, я сейчас попробую, укушу и скажу вам, что за начинка у этого чинпана. Начинка удивительная. Это пат. Вы с ним уже знакомы. Для людей, которые живут в России, наверное, классическая начинка должна была быть мясо. Знаете, такие традиционные пигёди, если кто-то знает из российских корейцев. Там обычно мясо с поджаркой из лука, с черным перцем. Это очень вкусно. А вот это такой небольшой, больше десерт, лакомство такое. Чинпан с патом. С сладкой бобовой пастой. В целом, это вкусно и довольно дешево за три таких больших пирожка. Мы отдали, опять же, 2000 вон. Это 110 рублей. У Насти это одни из самых любимых пирожков вообще. Да, я люблю эти пирожки. И рада, что начинка пад, потому что сладкие бобы я тоже очень люблю. Очень вкусно. Сладенько? Угу. Ну, это прям такая безвкусная булочка, но очень... Как будто она недоготовлена. Вот я бы описала. Типа, ну, для обычного человека. А паста... Просто из-за того, на пару, да? Да. А паста, она похожа на сладкую картошку. Если вы сварите обычную нашу картошку и посахарите её, то мне кажется, что это будет то же самое. Очень вкусно. Настя испугалась крысу, потому что... Каричневого цвета. Это первый раз, когда я видел вторую картошку. Б***, ой, ой, он же риск. Вот здесь можно намазать васаби и можно налить еще чили соус чуть-чуть. Так, я попробую. Фишкейк называется. Это как рыбный пирог. Он делается из такой рыбной массы с тестом и с разными еще наполнителями. И в корее он дико популярен. И там он, насколько я понимаю, делается в масле и с разными начинками. Вот здесь я выбрал крабовую палочку. Он сказал, это краб, но я вижу, что это крабовая палочка. Очень дружелюбные люди здесь работают. И также, когда тебе дают, ты можешь намазать это специальным соусом с васаби и также добавить чили соуса для остроты. А еще мне дали, он говорит, из-за того, что ты тоже кореец, я тебе даю вот картошку в панировке. Спасибо, я сказал. В принципе, я никогда раньше такого не ел. Я, в принципе, ел по отдельности крабовые палочки и рыбный пилорок. Но такой а-ля хот-дог из всего этого очень вкусный. Похоже на рыбные котлеты в школе, знаете, из трески такие. Очень вкусно, только консистенция другая. Попробуешь? Я, как человек, который часто готовит для Кости, знаю, что лучше комплименты, чем как в школе, еда нет. Так что интересно попробовать на вкус. Ну, кстати, да, это похоже на рыбную котлету, но в рыбной котлете все перемешано, а здесь ты чувствуешь отдельно и тесто, морковка, крабовая палочка. Ну, такое. Неплохо, но жирновато. Но вкусновато. Очень добрые люди. Говорят, еще добавь соуса, потому что так вкуснее будет. Кстати, я снял этого старичка. Он, типа, какой-то известный. Но в Корее, если ты попадаешь в какие-то телевизионные передачи, они всегда этому радуются и вешают там наклейки с кадрами из этого шоу и говорят, о, мы были в этом шоу. Это как такая реклама. Так что у нас тоже может быть реклама этого заведения. Чтобы показать вам что-то необычное, мы поищем. О, здесь вообще можно купить маленьких-маленьких крабов в панировке. Мне кажется, это будет интересно. Так, вот здесь они очень маленькие. Прямо их готовят, мне кажется, там же. Вон они там в заготовке лежат. В таком очень жидком, в жидкой панировке. Прямо много за пять тысяч. Но я пока не уверен, насколько это будет питательно и вкусно, потому что у маленьких крабов, у них же там один практически хитин. Вот здесь кисло-сладкий такой соус добавляют. Сейчас мы попробуем. Честно говоря, это выглядит очень необычно и интересно даже, насколько это будет вкусно. Не знаю, реально, будет один хитин, скорее всего, но попробую. Немножко лучше, чем я думал. Похоже, по вкусу очень похоже на... Вы пробовали корейские вот эти типсы такие, со вкусом креветок? Очень похоже и по консистенции, и на вкус. Именно вот этот хитин крабовый, он не супер как-то мешает. У него, наоборот, свой вкус, и он легко очень жуется. Даже он просто хрустящий. Если надкусить, видно вот панцирь, и видно чуть-чуть самую капельку крабового мяса. Но вообще мне нравится тем, что нету каких-то отходов. Ты просто это все съешь, и просто будет вкусно. Дикольно. Ну, панцирь вообще не ощущается, то есть он прожевывается без проблем, да. Как и вот эта вот оболочка, панировка, да. А на вкус похоже на типсы? Неа. Если честно, безвкусно. Соус чувствуется больше. Просто что-то в панировке. Не солено, не сладко, никак. Да, ну вот так вот, если вы гуляете по рынку, почему бы не взять, не пройтись, перекусить. На естся. Можно, хорошо. А им тоже нравится маленьким собачкам. Смотрите, а им бесплатно достается. Хорошо быть иногда собачкой. Это называется пондеги. Это личинка шелкопряда, и девочка чуть не ударила. Девочка чуть не убилась, пока мы тут смотрели. Может, это знак, что нам нужно взять пондеги? Доль моя ее. А, и чем? Ну, возьмем. Это личинки шелкопряда, они очень вкусные. Раз она здесь стоит, значит, люди это покупают. Да ладно тебе, что ты, одной штучкой сразу сразу надо засыпать. Одно хорошо. Мы оба попробуем это. В этом видео мы будем есть не только животных, но и насекомых. Поэтому, если вам это неприятно, переставайте смотреть. Это дисклеймер. Ну так, это пондеги. Я уже от них даже не менее передергиваю, потому что, ну, типа, это обычная корейская еда. Девчонки шелкопряда, что еще может быть в них? Пахнут они, конечно, не очень хорошо. Но, по-моему, это уже третий раз или четвертый, как я их пробую и ем. Надеюсь, что в этот раз я их съем, и все будет отлично. А, нет, это какие-то тушеные, с пылу жару. Вот таких я, по-моему, не ел. Я ел консервированные, но... Вкуснецкие! На самом деле, приготовленные они более-менее, ну, типа, если... Отлично от того, что это насекомые, ну, ничего такого. Люди тоже во многих странах едят в насекомых. Но именно вот этот способ приготовления, не знаю, термическая обработка, она как будто убирает из них все противное. Ну, и за рта у тебя пахнет наиболее. Поцелуемся? Так, теперь Насте, на очередь, попробовать это прекрасное блюдо. О-о-о! О-о-о! Я уже пробовала у себя их в видео. Ну, ты ела их сушеные. Сушеные они как будто были... Как будто я взяла креветку и съела ее какашки. Реально, это не так противно, как сырые, но все равно вот этот вот бульон, про который я всегда говорю, он отвратительный. Я тоже чувствую, что у меня тоже воняет изо рта. Это же белок? Да. Ну, для тех, кто сидит на диете. Для многих, наверное, это будет типа, фу, жуки, не буду есть. Ну, пофигу. Жуки не жуки, все равно. Они даже особо не похожи на жуков. Так какие-то. Какашульки. Нормально. Мне кажется, я уже настолько окоренел здесь, что это для меня уже как родная еда. На самом деле, не очень вкусно. Не советую, но чтобы раскрыть свои горизонты, воображения, попробуйте. Извините, если кто-то ел сейчас и вам неприятно, но это тоже еда. В некоторых странах это считается едой. Окей, спасибо большое, что посмотрели это видео. Я надеюсь, оно было для вас интересным. Если это так, не забывайте поставить большие пальцы вверх к этому видео. Подписывайтесь на наш канал, если вы это еще не сделали. Ну, а с вами была Настя, Костя, и увидимся в следующем видео. Пока! Вкусно, вкусно. Но доедать я не буду.